Величие храмов, неповторимая красота природы. Все это из дерева. Шуянин Андрей Соколов давно понял, что ни один материал не обладает такой душевностью, какая есть у древесины. Полюбил запах свежей стружки. Те чувства, которые испытываешь, когда из обычного пенька получается нечто уникальное. На создание резных работ автора вдохновило творчество Кранида Гоголева. Решил попробовать себя в этом виде искусства. Ничего не было, ни инструмента не было, ни материала не было. Вот пришел к соседу, вот, Вовка, давай, говорю, вот эту доску распилим. Пилили, пилили ее часа полтора, наверное, дымящий идет. Ну, в общем-то, попробовал, что-то вроде как получается. Поначалу, признается, автор, получалось топорно. Со временем набил руку. Дерево – материал, который не прощает, ошибок. Нажмешь посильнее или рука дрогнет, и маленькая деталь может быть испорчена. А вместе с ней и вся работа на смарку. Потому создание каждой такой картины – занятие ювелирное. Требует аккуратности, терпения и, конечно, времени. На одну работу может уйти больше месяца. Смотришь, с небольшим участком поработал несколько сантиметров, а время прошло часа два. А быстрее не выйдет, просто испорчишь работу. Материал для своего творчества Андрей Соколов берет в буквальном смысле под ногами. Мастер категорически против вырубки лесов, потому ищет уже спиленные стволы или пеньки и дает им вторую жизнь. Кстати, вторая жизнь дерева – название персональной выставки шуйского умельца, которая открылась в музее Пророкова. По-моему, эта выставка будет интересна всем, потому что, во-первых, здесь представлены работы несколько тематик. Мы распределили по стенам, по тематике. Это первая такая пейзажно-храмовая, жанровые сцены и банная тематика. Но город Шуя, мыл, маловаренье, баня, все, что с ней связано, это, естественно, находит отражение в работах художника из Шуя. Теплые и душевные работы мастера можно не только посмотреть, но и при желании потрогать. Выставка продлится до конца апреля. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.